Всем привет, друзья! С вами Бурбон и... А сейчас я передаю огромный привет Тиму Гвардо. Если вы также хотите получить привет, то напишите об этом в комментариях и не забудьте поставить лайк. Следующим, броники, случайным образом я выберу чувака, которому мы передаем привет. Всем приятного просмотра! Я продолжаю играть на проекте Diamond Server Ember RP. И, в принципе, я уже нашел себе покупателя, который решился продать мне дом. Дом он продает за 270к, а Голз его 110к, если не ошибаюсь. Ну, в общем, поедем сейчас, посмотрим энту. Пока что я его жду около казино. Ник у него сейчас скажу какой, то я уж сам не помню. Так, Марк Конни. Ну, пока что вроде бы не видно. Он писал, что у него там нет бензина, и он сейчас ищет заправку, на которой можно канистру купить. Дом находится в БЛС. Это, по-моему, серьезно прикольное место. То есть у меня дом... Знаете, обычно он у меня был в каких-то... То есть у меня два раза был в одном и том же месте. Ну, там, по-моему, дома разные, но деревня одна и та же... Калоро... Я не помню, как она называется. Вроде Тьерарабад... Нет, я не помню, серьезно. В общем, даже могу сейчас вам сказать точно, чтобы не собрать. Вот, Куэрарабадос. Все, вспомнил. Там еще отель находится. Да, Куэрарабадос. Там не два раза был дом. А, больше нигде не было. Так, вы ждете? Да, конечно, жду. И, в принципе, такая вот тут драка смачная. Ну, ладно, пусть дерутся. Не будем мешать. Вот этим вот и закончилась драка. За что? А это, я не знаю, по-моему, мафиози вообще. Че у него дубинка-то? Или это ФБР-виц? ХЗ, короче. Ну, да ладно. Мне их терки особо не интересны. Короче, теперь будем его ждать. И, в принципе, за 260К дом купить. Это хоть и дороговато, если можно его найти подешевле. Но особо я искать не хочу. Так как сейчас никто за такие деньги не продает. То есть за 200К по X4. Если там экономка 50К стоит там в сарай. И в ЛС за 260К, ну, 270 он продает. Мне кажется, что будет в каком-нибудь неплохом месте. Где-нибудь отдельный дом. Какой-то лаганный чувак, которого сейчас машина взорвется. Вообще бомж, чтобы, знаете, элитный приехал. Ну че? Кто-то казино будет покорять. Конечно, я. Но надо, надо на удачу, знаете, ударить кого-нибудь. Хотя после уже пойти тащить. Типичный тащер казино. Почему бы и нет? Вот, вы увидели. Это, короче, топ-20 лайфхаков. Как, короче, это. Затащить в казино. Вот, он примерно так же работает, как и все остальные. Интересно еще посмотреть будет, какая инта. Какой интерьер будет у того дома. Надеюсь, не такой, какой у меня был до этого. Потому что тут мне уже он приелся. Ну, даже если такой будет, то что поделать-то. Зато дом в ЛС. Это, знаете, как двушка в центре Москвы. Ну, серьезно. Хоть, знаете, какая-нибудь задрюпанная. Зато в центре Москвы-то, да? Это, наверное, подписчик. Я, правда, не знаю. Он пишет. О, ответил. Что же там казино делаешь? Так, вроде, всегда отвечаю. Жду. Ну, что ж, подъехал такой вот Маркон. Я думал, что он будет более солидный. И он бомж с виду. Скин бомжа. Ну, да ладно. Короче, поехали с ним на Клоуэре. И сейчас, наверное, покупим себе, наконец-то, дом. Я уж его, на самом-то деле, хочу купить больше недели. Потому что роликов на канале не было. Не только потому что я лентяй, а потому что меня, во-первых, по двум причинам. Во-первых, я уезжал из города и не мог снимать. Ну, и даже если бы я никуда не уезжал, я бы тоже снять ролик на Даймонде Эмбери не смог. Потому что я был в бане. Сейчас расскажу за что. Пришел, в общем, в казино играть крупье. Еще раз хотел до 300К подняться. И, в принципе, жду стол. И, действительно, случайно, один раз, всего один прыгнул. Минутку, он пишет, окей. Короче, один раз прыгнул рядом с крупье. Ну, блин, нечаянно на пробел нажал. И, короче, из-за этого мне дали в бан на 5 дней за багаюз в казино. Не знаю, возможно, админ за этим следил. Но, серьезно, нечаянно и один раз. Ладно, если там стоял бы и там тыкал-пробел, тыкал-тыкал-тыкал, то, ладно, ну, как бы я один раз просто случайно даже не отпрыгнул никуда. Ничего не было, там бага даже никакого, собственно говоря, не было. Но дали мне бан. Я подумал, что вы снимаете? Все равно я, во-первых, из города уезжаю. Во-вторых, пока даже, если там и примут мою просьбу о разбане, то есть, что меня, типа, забанили там по ошибке, либо там они что-то не увидели и так далее. Потому что админ, они, по-моему, должны фрапсить все, как они банят и так далее. Потому что, чтобы с жалобой поступить, то были какие-то опровержения. Так, он пишет, прошу прощения за доставленное неудобство. Так, давайте напишем. Ничего страшного, все нормально. Вот, действительно, попался бежливый чувак. Таких на этом серии осталось мало. А главное, он хотя бы не мгш. Потому что обычно, когда я покупаю, либо продаю какие-то бизнесы, дома, машины, все люди пишут, там, сколько гост, там, что есть, допустим, там, тюнинг и так далее. И просто, там, вопа дешевле и так далее. То есть, никакого РП даже они... Не в том плане, что они, там, не отыгрывают какие-то команды. Да это ладно, на этом серии я уже привык. А они даже не соблюдают, как бы, РП. То есть, они мгшат, и все. Я тоже с ним буду более-менее адекватный. Блин, и как я понимаю, он в гетто. А вот это вот уже не очень хорошо. Я себе не хотел дома в гетто, потому что я, возможно, в ментовку пойду. Хотя, ладно, я если и пойду, РП езда. Но он сам понимает, да, окей. Так вот, если я в ментовку и пойду, то да, как бы это, можно это за спаун прописать дома. А в гетто аккуратненько только ходить, там, в масочке. А может, не ходить. И он еще где-то на окраине залузган. Я думал, где-то там в хорошем местечке. А это тут... Ну, ладно, давайте, короче, посмотрим. А, ну, он не в гетто, он, знаете, прям на самом краю. Ну, короче, блин. Тут прям, знаете, как на войну будет почти что. Поэтому, знаете, можно взять. Так, подумать ясно. Ну что ж, давайте посмотрим. Какой, собственно говоря, дом. Так, вот этот, как я понимаю, да. 110. Так, давайте напишем ему. Откроешь. Вот так вот. Посмотрим, какая имта внутри. Но имта, скорее всего, такая же, как и у меня в прошлом доме. Так, все. Так, ходим. Ну да, имта такая же. Окей, окей, окей. Давайте пропишем. А, ну, все, он вошел. Так, он пишет, типа, ого, за 265к. Окей. Так, давай, давай. Возможно, ребят, я его и дорого купил. То есть, можно было подешевле найти. Но, серьезно, даже, может, его и с дешевле можно было купить. Но я его покупаю не на продажу, а на себя. И, в принципе, такой домик, он неплохой. И вид тут, действительно, так вот, открывается нехилой. Так вот, тут видео, в принципе, практически весь Лос-Антос. То есть, мне местечко нравится. Опять же, куплю себе такой же Клоуго. А вон это и Анна. Она тоже, по-моему, бомжиха. Или, и мне кажется, какая-то старуха-нигерша. Так, ладно. Так вот. Представьте, такой вот бомж у него жена, дом, машина за этим бомжом. Сейчас этот Эндрю пишет. Ну и где-то. Так, чувак, я что, должен там стоять, что, на минут 20, наверное, уже или на 15 прошло? На 15 точно. Там, быть может, и все 30. Я не знаю, за временем особо не слежу. Давайте его поторопим. Потому что никто у него за 20к этот Клоугора не купит. Он, по-моему, в магазине дешевле стоит. А он, наверное, обманывал, что там какой-нибудь перформанс-юнинг стоит. А там нет нифига. Потому что с виду тут никакого тюнинга нет. Он пишет, а как в госпитале? Так я вам писал. Sell car. Чё он так-то? По-моему, sell car или sell my car. Я уж точно не помню. Ну, вроде бы так. Поэтому пусть он, короче, сейчас попробует. Если сонет, продаст мне дом за 265к. И, в принципе, будем мы жить с ним. С ним, я имею в виду, с домом, а не с этим марком в шоколаде. Ну что ж, в принципе, дом я этот беру, получается, по x2.5. То есть, это, на самом деле, ну, неплохо. Не так и дешево. Ну, 265к за дом, это терпимо, знаете ли, терпимо. Ну что ж, давай, предлагаю. Он всё делает как-то медленно. Может, он там занят чем-то другим. Может, ещё что-то. Яхзэ. Ну, давай. Ну что ж, за 265к он мне сначала здесь 7 предложил. И покупаем дом. Отлично, в принципе. Давайте напишем удачь, удачь. И давайте посмотрим, насколько он для начала проплачен. И какая у него аренда тут, собственно говоря. Информация о доме. Так, 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 так. Количество оплаченных дней. 23. Отлично. И кварплата 550. Это чуть дороже, чем у того дома. Дом, короче. Да, в принципе, чё. Это не гетто. Его обокрасить всё не смогут. Поэтому давайте откроем. Быть может, что-то там будет из подписчиков. Ходите, что входите. В принципе, ребят, отлично. Купила дом. Великолепно. Дом находится вот в этом месте. То есть, около гетто. Прямо рядом-рядом. Но это не гетто. Поэтому я могу в ПД идти и спокойно тут дом иметь. Отлично, ребят, отлично. И вот теперь одна загвоздка. На чём мне добираться? Метод транспорта нету. Короче, сейчас, наверное, в ГОС куплю Кловер. Уже виднеется на карте, собственно говоря. Автосалон. И посмотрим. Главное, чтобы там был банкомат. Будет банкомат, будет счастье мне. Не будет банкомат, а будет печально. Так, и я отсюда плохо вижу. Вроде бы там он стоит. Блин, ещё, знаете, такая метка. Да, да, он стоит, я отсюда вижу. Хорошо. И приобретём сейчас себе Кловер там. И, собственно говоря, Кловер, который стоит 15 тысяч. Тот чувак его за 20 продавал. Это, короче, либо его развины, либо он сам мне набрал, типа, что на 30 кап купал. Потому что я уверен, что перформанс у него не было. Ну, кто будет ставить на Кловер перформанс без внешнего тюнинга? Окей, короче, 6 литров. Это, в принципе, действительно Кловер, он крутой. У него 50 литров в бензобак и расход бензина 6 литров на 100 километров. Хоть это неправда, кто-то намного быстрее не тратится, чем 100 километров. Ну, да ладно. Окей. Ну, а как будет смотреться на нём голубой, либо жёлтый? Мне кажется, на него не будет смотреться, как-то, знаете, тускло. Я серьёзно не знаю, какой взять. Не знаю. Давайте, блин, серьёзно, даже, даже не знаю. Давайте мы будем взять голубой. И второй тоже голубой. Отлично. Отлично, ребят. Купили Маклопер, и теперь на него нужно посмотреть. Для этого я, наверное, быстрее в игру перезайду, чем бежать-то буду. И, ребят, сейчас момент истины. Давайте-ка, я выхожу из дома. Офигеть! Офигеть! Просто, ребят, как я просрал около 100 и 115 тысяч. Ох, 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 ох. Вы это видите? 150к. Серьёзно. Надеюсь, он шутит и нифига не продаётся. Ах, просто... Ну, ребят, да, вот так вот, вот так вот. Вот, собственно говоря, мой клоувер. Выглядит он достаточно неплохо. Может, там ошиблись, он покупает. Просто я ни разу не видел, что так дешево продавали. Максимум, что я видел, 200 тысяч. Вот, собственно говоря, я за 200 тысяч покупал. То есть, вы знаете, как-то он достаточно живенько едет. Я чуть даже не знаю. Сейчас просто продаёшь, чтобы смотреть, какое место у дома. И, не знаю, быть может, у него, знаете, прям какое-то заузганное. Окей, фиг с ним, фиг с этим домом. Я себе купил этот дом. Он, в принципе, довольно-таки неплохой клоувер. Он, по-моему, 107 максимум едет. Довольно-таки тоже неплохо. То есть, Султан, который стоит, там, 500 или сколько там, 1000. То есть, там, намного больше. Он едет 114 или 117. То есть, не намного и больше по соотношению цена-скорость. А этот гонит до 107 километров в час. Поэтому, ребят, в следующей серии я уже буду его тюнить, собственно говоря. И, в принципе, думаю, тоже покажу. Но в этой я не смогу, потому что только одну деталь на акцию могу поставить. Так как 11 тысяч. А чтобы сохранить навсегда, нужно 10 тысяч заплатить, если я не ошибаюсь. Поэтому, ребят, на этом у меня всё. Можете поставить Лука с роликом, если хотите, если он вам понравился. Если вы хороший чувачок. И, в принципе, на этом у меня всё. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok